Всем привет! Сегодня такое солнечное весеннее погода на улице Солнышко. Я решила с вами поделиться своим отзывом на косметику Lamelle. Давайте же приступим, потому что есть очень классные находки и также есть одно полное абсолютное разочарование. Поехали! Начнем, наверное, с того, что мне безумно понравилось. Первое, что я приобрела, это был карандашик от Lamelle для губ в оттенке 01. Это такой нюдово-розовый красивый оттенок, который прям покоряет. Можно нанести на все губы, но губы должны в хорошем быть состоянии, как бы увлажненные. Даже сам он выглядит потрясающе. Вы, в принципе, можете видеть и на сводчиках, насколько красивый цвет. Карандашик мягкий, но при этом он очень хорошо держит помады, блески. Ну, суперская вещь за очень недорогую стоимость. Присмотритесь к этой серии карандашик от Lamelle. Прям восторг! Мне напомнили LN Professional. Там тоже настолько классные карандашики, но Lamelle, мне кажется, чуть-чуть еще помягче. Далее, что мне безумно понравилось, это были тени серии To Go. По оттенке нюд у меня 401. Ну, я бы очень сильно поспорила насчет того, что это нюд. Это не нюд. Здесь только есть два оттенка, как раз матовые. Самый светлый и такой нейтральный, идеальный для складочки. Вот этими двумя оттенками возможно сделать такой нюдово-розовый повседневный макияж. А вот следующие четыре оттенка, они уже более блестящие, я бы сказала, для вечера. И вот этот самый крайний, он просто с дикими блесточками, которые мне не совсем нравятся. Пигментация хорошая, хорошо наносится, хорошо тушуется. В принципе, тени хорошего качества без вопросов, но поскольку, вы знаете, я тестирую очень много бюджета, то у меня к этой палетке вопрос, она не такая аж бюджетная. Она стоит около 70 гривен, это я брала, по-моему, по акции. Точно не скажу, но по 70 гривен реально взять. Та же Everline Angel Dream я взяла по акции за 180 гривен. Там не 6, а 12 оттенков, намного больше интересных для повседневного макияжа. Это хорошие тени, но насчет бюджета, не очень я бы сказала, что и бюджетно. Можно найти более бюджетные, с более интересными оттенками. Но, если вам просто нравятся эти оттенки, то да, они классные, непигментированные, хорошо тушуются, интересные макияжи. Но все зависит от того, что вы хотите получить. То, что мне безумно понравилось, я тоже брала точно по акции за 20 гривен. Но, в принципе, даже полная их стоимость, по-моему, 40 гривен. Это румяна в оттенке 403. Не знаю, передаст ли камера, они сейчас немного у меня на щечках. Такой интересный, красивый оттенок. Мне безумно понравился, но мне он подойдет больше, когда я немножко подзагорю. Единственное, что нужно учесть за такую стоимость, эти румяна просто безумно пигментированные. И их прям нужно чуть-чуть и потом наслаивать, потому что вот ими реально поставить пятно. То есть, вы наносите чуть-чуть на кисточку, стряхиваете, чуть-чуть на щечки, посмотрели, нужно ли еще, еще чуть-чуть донесли. Это, в принципе, неплохо, но нужно иметь в виду, что с ними нужно быть очень осторожными. Но, в принципе, в основном больше они мне понравились, нежели не понравились. Далее у меня идет фиксатор для бровей, гель для бровей. Тоже от Lamelle, абсолютно прозрачный. Тут уже у меня есть вопросы к этому продукту. Щеточка безумно неудобная. Я бы предпочла, конечно, гель с цветом, но как бы там есть серии с цветом. Сама брала вот такой вот прозрачный. Фиксирует бровки средний, неплохо, но за счет кисточки эффект теряется. Нужно мне еще чем-то укладывать свои бровки. Но, в принципе, если им укласть бровки, один из лучших гелей, которые я пробовала. Но у меня очень скудный опыт по бровям. В основном я куда-то хожу на брови, но сейчас уже буду делать дома. Но с того, что у меня есть лучшая фиксация, ну и не за дорогую цену. Поэтому, в принципе, понравился. Далее у меня будет, покажу вам, помаду серии Insta Girl. Оттенок у меня 102 Nude Bash. Очень красивый оттенок. Сейчас у меня на губах, вот видите. Очень красиво выглядит. Но помада суховата. Это глянцевая помада, не матовая. Но при том, что она, ну как бы, глянцевая, должна бы даже увлажнять губы. Она их не увлажняет. Если есть шелушинки, у меня такое, к сожалению, бывает. Она их подчеркнет. Но цвет красивый. Когда губы в хорошем увлажненном состоянии. Очень красиво выглядит. Такая интересная упаковка. Цвет суперский. Такой розово-нюдовый. Прям понравился очень. А вот то, что я думала мне понравится очень. Это помада Mad Cream. 12 часов стойкости. У меня оттенок 03. Это просто какой-то ужас, который я после этого видео выкидываю в мусорку. Во-первых, она очень сильно выбеливает мне губы. Попробую на камеру накраситься. В принципе, видно. У меня просто вышло с миксом другой помады. Но это ничего. Это можно бы миксовать с какими-то другими помадами. А минус ее то, что она буквально через пару секунд станет какими-то кусочками. Какими-то комочками на губах. Вообще неприятная. Вы ощущаете какой-то... Ну, я ощущаю даже сейчас вот нанесла. Что у меня на губах какой-то ком. Что-то есть. Ну, вообще очень неприятно. Наверное, даже привкус у нее неприятный. Ну, я слышала о этой помаде и хорошие отзывы. Такое бывает в линейках, что какой-то оттенок просто провальный. Вот мне кажется, возможно, вот этот 03 оттенок, ну, просто супер провальный. Гомкуется. Делается какими-то катышками на губах. Какими-то прям через несколько минут будет кусочками как отваливаться от губ. Ну, это просто какой-то ужас ужасный. Очень не рекомендую. Ну, в общем и целом, как вы видите, шести продуктов только один у меня полный ноль, который летит в мусорку. А другие более-менее бюджетные и неплохие. В общем и целом, мне ламель понравилась. Пользовались ли вы чем-то с косметикой ламель, напишите мне, пожалуйста, что мне стоит еще присмотреть с этой марки. А я на этом с вами буду прощаться. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. А мы увидимся с вами уже очень скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok